Всем привет! С вами самая студенческая программа «Альма Матер» и мы, Лена и Максим. Поздравляем, Могилёв, с юбилеем! А студентов и школьников с каникулами! Мы расскажем вам о самых ярких моментах школьной и студенческой жизни за прошедшие две недели. Стартуем! Молодежная группа и солисты со всего мира съехались на международный фестиваль «Могутный Божия». Послушать хорошую музыку и познакомиться с талантливыми людьми всю неделю можно было на площади звезд. Особенность этой фестивальной программы – совмещение современной молодежной музыки и духовной тематики. Мы люди современные, мы же говорим с вами на современном языке, почему мы с Богом должны говорить как с кем-то. То есть вот так же, как я говорю с вами, так же мы говорим с Богом. И таким же языком мы стараемся выражаться. Многие музыканты участвуют в фестивале не впервые, даже несмотря на то, что их страны находятся далеко от Беларуси. Например, музыкант из Нигерии Дени для того, чтобы выступить в Могилеве, преодолел расстояние в 8 тысяч километров. Я был на прошлом фестивале. Это как все пришлось. И поэтому, когда в этом году меня спросили, а ты хочешь приехать? Конечно! И так получилось. А на вопрос, приедет ли он еще раз, Дени отвечает, не задумываясь. Да! 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 Учащиеся социально-гуманитарного колледжа МГУ имени Кулешова создали ролик о истории Герба Могилева. Ребята посвятили свою работу 750-летию областного центра. Видео выполнено в технике дудл-анимация. Рука аниматора прорисовывает главных персонажей и предметы. Картинки появляются на глазах у зрителей. Ролик получил диплом первой степени на республиканском конкурсе современного цифрового творчества учащихся учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования «Арт-портал». В Беларуси проходит международная факельная эстафета «Бег мира». К ней присоединились и школьники Могилевской области. Участники пробега прибыли в детский оздоровительный лагерь «Родник». Я уже 19 лет на пенсии, мне 73 года, провожу такие уроки мира. У меня уже 700 с лишним городов, меня приглашают как посла мира. И мне почему-то, в моем сердце, хотелось, чтобы всем было хорошо. Вот, наверное, эту мечту я несу до сих пор. Именно это? Да, чтобы был мир, чтобы самой жить в мире, с миром и для мира что-то делать. Вот так получается, правда. Цель пробега – сделать мир добрее и более дружелюбным. Проще говоря, участники пробега «За мир» во всем мире и призывают поддержать их. Эстафетный бег стартовал в разных городах нашей планеты, а финиширует 8 июля в Минске. Сегодня прибыла делегация «Бега мира». Что нового интересного от них узнал? Слышал ли, может быть, о них раньше? Для того, чтобы в нем участвовать, нужна храбрость, смелость, мужественность, внутренняя сила. Классно. Сама бы поучаствовала? С радостью. В эстафете принимают участие бегуны из 26 стран мира. Всего более 200 человек. Одна из главных задач эстафеты – предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу мира и выразить пожелания гармонии и единства всем людям планеты. Офицерские звезды заблестели на погонах почти двух сотен выпускников Могилевского института МВД. Молодые люди – выпускники факультета милиции. Те, кто учился пять лет, и те, кто получил образование по новой четырехлетней программе. Дипломы о высшем образовании получили и 139 курсантов факультета заочного обучения. Курсантам факультета милиции присвоено первое офицерское звание – лейтенант милиции. Выпускников поздравляли заместитель министра внутренних дел Александр Кобрусев, начальник УВД Могилевского областполкома Александр Ковальчук, начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук. И, конечно, родные и любимые. Теперь молодые офицеры отправятся в территориальное подразделение для дальнейшего прохождения службы. Желаем успехов! В ВУЗе области уже готовы принять новых студентов, но не поговорить о выпускниках ВУЗов мы просто не можем. Отметим кафедру маркетинга Белорусско-Российского университета, которая в 2017 году подготовила тысячного выпускника. Поучаствовала в творческой жизни, проявила себя, приняла участие в конкурсе «Мисс Весна». Все это об Анастасии Рожковой, выпускнице Белорусско-Российского университета, которая стала тысячным выпускником в специальности маркетинг. Несмотря на все заслуги в научной и общественной жизни ВУЗа, девушка признается, для нее это было полной неожиданностью. Я даже не могла представить, что я смогу вытянуть и стать тысячным выпускником. То есть я даже, когда вытянула этот счастливый номерок, я не сначала поняла, что это именно я. Я очень уже скучаю по университету. Именно эти эмоции переполняют, так как университет — это просто как большая семья. Специальность маркетинг относительно молодая. Ей всего 13 лет. Поэтому к определению тысячного выпускника в университете подошли со всей ответственностью. В каждой группе были отобраны по три лучших представителя, по баллу успеваемости, по участию в общественной жизни, научной и так далее. И затем, накануне защиты дипломов, мы провели жеребьевку. На самом деле наша специальность очень востребована, потому что маркетинг применяется во всех сферах бизнеса. Это актуально, это современно, это новые информационные технологии, интернет-технологии и тому подобное. Выпускники кафедры маркетинг и менеджмент Белорусско-Российского университета работают на белорусских и иностранных предприятиях, в рекламных агентствах и консалтинговых компаниях. В следующем учебном году планируется набрать 20 человек на дневную форму обучения. Приглашаю всех абитуриентов к нам на специальность. Зачем нам рубрика «Контрольные вопросы»? Это потому, что Таня Соловьева продолжает задавать свои каверзные вопросы на школьную тематику. Ответы на них порой очень-очень интересные. Как называют детеныши овцы? Овцы. Барашек. Овечка, наверное. Овцы, 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 овцы. А попроще ничего не могли найти. Как называют ребенка овцы? Как называют? Теленок. 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 Как? Теленок? Ой. Это у коровы теленок. А ты знаешь такое животное-овечка? Да. Да? А как зовут его детеныша? Овеченок. Нет, не ягненок. А кто? Не знаю. Я затрудняюсь, не знаю. Ягненок. Да, точно. Хорошо, будете знать. Спасибо. Ягненок. Меня Алина. Ягненок? Нет? Да. А девочка знает? Ягна Алина есть. Видишь, малавей какой. Не знаю. Ягненок. Барашек. Барашек. Ты знаешь овцы? Овцы. Овцы. Барашка. Овечка. Овечка, наверное. Так, еще какие варианты есть? Овценыш. Овценыш. Нет, барашки. Малыш. Овцы. Вы бы нас спросили утром рано. Ягненок, девочки. А, ягненок. Мы знали. Мы просто хотели вас проверить. Спасибо. Не так давно молодежь Могилевщины задавала ритм в студенческом городе Горки. Именно здесь в этом году прошел областной праздник, посвященный Дню молодежи. И ряд конкурсов. Бардовской песни, диджеев, танцоров, вокалистов. Смотрим и узнаем себя. Анна приехала из Славгорода в Горки не просто продемонстрировать свой талант. Она, как и 20 ее соперниц и соперников из райцентров и городов Могилевщины, желают попасть в сентябре в Ростов-на-Дону на 12-й фестиваль «Молодежь за союзное государство». Все хотят поехать на Ростов-на-Дону. Все пытаются этого добиться. Сейчас все борются за это место, которое предназначено, возможно, кому-то. Я участвовала в этом уборочном конкурсе второй раз. В том году я, к сожалению, не прошла. Но в этом году я надеюсь на то, что я в сентябре все-таки попаду в этот замечательный город. Я в предвкушении, я хорошо выступила. И поэтому я надеюсь, что все-таки я окажусь в числе тех, кто поедет в Ростов-на-Дону. «Молодежь за союзное государство» – престижный форум, который собирает таланты из Белоруссии и России и является перспективной площадкой для начинающих исполнителей. Кому выпадет счастливый билет, станет известно только после прослушивания вокалистов со всех областей Белоруссии. А вот на фестиваль «Славянский базар» в Витебске претенденты известны. В конкурсе «Огонь танца» молодые люди свое искусство демонстрировали в пяти номинациях. Шоу-программа, стрит-дэнс, восточный танец, народный танец, спортивная латино. В итоге на открытых площадках Витебска выступят два коллектива из Бобрусска и по одному из Могилева – Горок Осипович. Мы хотим посещать все регионы, искать таланты, потому что молодежь везде разная, везде талантливая. И наша задача – найти этих молодых людей и дать им возможность показать себя, проявить и, может быть, даже кому-то подарить путевку для их дальнейшей реализации. В прошлом году молодежный областной праздник прошел в Осиповичах, нынче в Горках. Молодые люди задавать ритм будут каждый год в новом райцентре. Что для девушки самое главное на выпускном? Получить диплом? Близко. Тогда красивое платье и прическа? Ну, почти. Наверное, красивый парень рядом? Нет, это красивое фото. На очереди рубрика «Репост». Выпускники Могилевской области приняли участие в республиканском балу выпускников. Лучшие студенты МГУ имени Кулешова, университета продовольствия, Белорусско-российского университета, института МВД, а также сельскохозяйственной академии смогли получить поздравления от главы государства. После официальной части их ждал концерт с участием звезд белорусской эстрады. Выпускные прошли не только в вузах, но и в средних учебных заведениях. Так, в Могилевском медколледже 348 юношей и девушек получили заветные дипломы по специальностям лечебное дело, сестринское дело и формация. Впереди у них сложная, но благородная профессия. Удачи, будущие медработники! В День молодежи прошел традиционный велопробег в ритме города с элементами городского ориентирования. Городской комитет БРСМ предложил участникам пробега вспомнить некоторые яркие даты из насыщенной жизни Могилева, а в Печерском лесопарке были организованы спортивные площадки и конкурсы. Обладателем главного приза новенького велосипеда стал Алексей Назаров. В Славгороде прошел самый яркий, самый веселый молодежный фестиваль – Колорфест. Для жителей города в этот день выступили популярные диджеи и зажигательные ведущие. Кульминацией праздника стал массовый бросок краски. Лето, что для одних отдых, для других работа в студотрядах. Ребята активно трудятся на стройках, в детских оздоровительных лагерях, в сервисных отрядах. Им точно будет о чем рассказать в новом учебном году. Специальная премия облсполкома присуждается 15 раз и определяет лучших из лучших. Кто стал лауреатами премии в этом году, узнавала Олеся Рыбалка. 50 молодых специалистов социальной сферы Могилевщины получили специальную премию облсполкома. Церемония вручения в этом году прошла в новом формате. Лауреаты за круглым столом поделились тем, что сегодня волнует молодежь с руководством области. А это, к примеру, работа в сельской местности, активность молодых людей во время избирательных кампаний, разработка закона о волонтерстве. Молодежь Могилевщины обладает хорошей инициативой. Она по-здоровому амбициозна и желает добиваться результатов на благо родного региона, на благо нашей Беларуси. Конкурсной комиссии пришлось достаточно так серьезно поработать для того, чтобы выбрать лучших из лучших. По номинации здравоохранение награждаются. Оксана Микушкина – терапевт Чаусской больницы. Считает, что опыт, который молодые медики нарабатывают на районе, ни с чем не сравнить. По ее мнению, только здесь можно получить широкие профессиональные навыки. Что касается работы в маленьком районе, здесь, конечно, много плюсов и минусов. Но самый важный плюс, что у меня рядом дом, мои родители, моя семья. Поэтому, ну и, конечно, у пациентов, которых многих знаешь, знаешь, подноготную их. Поэтому, конечно, я очень рада тому, что работаю в Чаусе. Среди полусотни лауреатов – студенты, врачи, спортсмены, учителя, музыканты, актеры и не только. У этих разных по профессии людей много общего. Они молодые, креативные и успешные. Это вот как бы только начало, то есть уже проделано многое, но это как бы подспорье для того, чтобы к большим свершениям двигаться вперед. Премия в социальной сфере присуждается в 15-й раз. И в 15-й раз она определяет лучших из лучших. А на этом все. Альма-Матер в эфире «Беларусь» и «Туримогилев» каждые две недели. И, конечно же, заходите в нашу группу ВКонтакте. Чао! Пока-пока! Нет, стой. Именно в этом городе прошел праздник, посвященный Дню молодежи в этом году, да? Да. Миша, я забыла слова! Можно мне? Это ваше число. Это наше. Той. Продолжение следует... Той. Той. Том. Той. Той. Редактор субтитров А.Семкин